всем привет моим читателям подписчикам смотрителям хочу сделать маленький гайд обзор как сохранить обувь до лета ну в общем скажем сезонно до относили обувь сезон вы ее прячете просто ставите там куда-то в шкафчик и забывайте за нее значит я хочу рассказать как правильно это сделать чтобы вам прослужила многие годы и меньше подверглась ремонту и соответственно растратами всеми делами значит смотрите относили мы пару вот я относил сейчас уже осень вот значит что мы делаем берем щетку значит щетку надо взять грубую может со свинячьим со свинячьей щетиной можно с пластиковой у меня данном случае пластиковая щетка это еще советская щетка это еще дедушка мой работал это щеткой теперь я работаю но обтянул ее немножко по но и потому что было уже все как бы неприлично значит так значит берем вот это не реклама это я чем пользуюсь берем вот такой крем покупаем в магазине это может быть целтан это может быть и босвик это может быть мутлю там шутлю короче говоря неважно какой главное чтобы он был на пчелиной основе значит для чистой гладкой кожи восстанавливать в общем должно быть написано что он с пчелиной основы то есть ну воск добавлением воска значит что мы делаем берем тряпочку можно тампончик взять неважно там очень будет оставлять это ватные следы волоски то есть как бы ну принципе можно потом все это убрать но лучше в общем берем тряпочку обволакиваем ее и начинаем втирать в обувь вот чуть-чуть втерли не сильно прям там не да вот втерли как бы да нанесли все это да все пять минут убув стоит берем щетку и вы знаете что делать фигачим прям с усилием сильным чистим у меня пара почищена просто этим щеткой а вот это пару я уже покрыл другим составом сейчас я его покажу дальше то есть по он чуть получше блестеть начинает ну и как бы сохраняет вот разницу видите небольшая небольшая разница есть присутствует не знаю как камера передаст но вот вот этот вот уже помазан как бы крем краской а вот это чисто кожи чисто этим ну кремом для кожи можно так и оставить крем краска не обязательно но я для блеска мне нравится просто чтобы блестели и так значит отполировали пару вот таким вот средством да значит и это черная есть коричневая есть коричневая и прозрачная она такая желтоватая неважно главное чтобы прозрачная опять же для гладкой кожи кожа гладкая какая-то без велюра без замши просто вот обычная кожа до любая кожа которую гладкая это обычно вот так же сапоги вот такие можно тоже натирать значит вот это у меня крем это еще сссеровский крем сейчас я вам покажу крем для вот сссеровский крем он у меня уже лет 40 лежит тоже остался от дедушки вот сергей в посад всем смысл срок они 5 лет ну он до сих пор действует я вам скажу он до сих пор действует значит выглядит он вот так вот вот такой мягче чем вот этот воск черный он мягче и такой пастообразный но эффект тоже дает и такой приличный прилег эффект хороший защитный в общем когда натираешь коричневую обувь она прямо начинает оживать и блестит и все такое вот как бы у меня сад очки остались я не дорожу только свою обувь натираю так и так мы почистили вот с помощью этой щетки такой щетки почистили обувь да значит для блеска для блеска и для пыли водоотталкивающий эффект а потому что крем это хорошо конечно но он немножко ну слегка статичный на него бывает налипает пыль потом ее трудно вывести мы берем это опять же не реклама это просто я пользуюсь лично такой вещью мы берем вот такую фигню называется ситил это крем краска крем краска что это значит она может вам обновить обувь зачернить места ну и сиколить коричневая за коричневеть если прозрачная просто будет там блин блестеть не будет за это места затенять пошли светлая кожа поцарапалась это только подкраска этими кремами не не спасетесь даже не этим не этим не спасетесь то есть только подкраска значит подкрашивает и освежает делает блеск им такой эффект небольшой пыли водоотталкивающий он ненадолго буквально неделю и она будет повторять процедуру ну либо после каждой протирки обуви допустим испачкали сильно протерли ее под водичкой да с помощью губки все вытерли высушили потом желательно крем ушком сдобрить слегка тоненьким слоем а потом вот этим вот и тогда будет у вас все хорошо это упала бубочка они есть вот такие маленьких маленьких баночках если сначала маленькую купите во первых понравится не понравится и во вторых она много не надо и туда маленькой баночки вам хватит на несколько месяцев и так сейчас я вам попытаюсь открутить вот одна беда всех и блогеров одна рука как же открутить пошла сейчас секундочку так она выглядит примерно как коричневый крем только что я вам показывал вот такая вот субстанция она еще жиже как бы и вот берете губочкой аккуратненько так вот макаете слегка тут будет сначала как бы возможность такая знаете как заливочка будет подливочка вот ее нужно будет размешать обязательно это колор плавает всегда такое бывает возьмете палочку размешайте этот колор весь чтобы была вся масса 1 однородная значит губочкой так это все много взяли оптерли просто с боков вот так вот и наносите наносите уже этот он значит сначала блестит и кажется что толстый но потом высыхает и становится однородным водоотталкивающим покрытием так вот сейчас тут очень слабая разница видна между этими между полировкой воском и самой этой ну вот видите немножечко немножечко разница есть вот так оно в принципе останется когда будете покрывать старайтесь покрыть однородной массой и опять же тонкой не сильно толстой не тонкой не прям так вот понзули все нет нужно растирать это тщательно растирать губочкой все это если губочка кончится берите другую губочки не столь важным и в общем вот такой эффект получается значит сохнет там полчасика потом обязательно в носки запихивайте если у вас нету форма держателей значит запихивайте бумагу любую бумагу ну конечно в картону вы не засунете хотя может картон и загнуть и как вот полукругом ее туда вставить но опять же нужно что-то напихать чтобы именно бумага впитывала влагу если у вас где-то влажное помещение или еще что нет просто форм формовочку сделали для чего бумага это формование и она лишнюю влагу впитывает из обуви остаточную плюс где-то если у вас лежать будет в шкафу где немножко даже сыра прохладно влага будет впитываться в бумагу они в кожу соответственно кожа не будет портиться годами вот эти туфли я ношу сейчас я скажу 10 лет вот эти туфли каждое лето я их ношу 10 лет если я ремонт у меня есть плейлисте там посмотрите как я ремонтировал единственный первый ремонт я им сделал вот сделал подошу полностью потому что та уже износилась на мягко потом заменил эту ручку вот это вот полностью потому что та высохла ставил новые стельки ну и там в мелочевке подшаманил а так все ну это каждый год я так занимаюсь этим уходом да занимает ну полчаса максимум полчаса максимум чтобы спасти обувь кожаную отличную да которую стоит мама не горючая самая дешевая более-менее такая хоть пару сезонов проносить стоит 3 от 3000 как говорится уже средний вариант тысяч 10-15 ну а еще более хорошая там и за 30 уже может как говорится и это но опять же не факт что она дорогая хорошая ну выбирать просто надо но факт в том что вы сохранить тем самым потому что враг кожи это влага влага и быстро впитывающая влага это быстро испаряющая влага здесь сушить допустим кожу на обувь вообще нельзя вблизи любого огня батарея огонь прямой этот 15 сантиметров чтобы обдувало теплом чтобы обдувало теплом и соответственно испарение будет выходить кожи постепенно и она не будет ломаться не трескаться ничего ну как бы такой гайд также практически ухаживать из-за светлой кожи но если на светлой кожи я повторюсь вы где-то что-то поцарапайте то уже даже крем краской вы не закрасите это нужно подкрашивать уже специально и потом только наносить всякие вот или вот крем краски и все остальное значит насчет замши насчет замши я скорее всего видео сделаю отдельно потому что и так уже много слишком наговорил все если какие-то вопросы по уходу за обувью пишите не проблема ответим постараемся ответить все всем пока смотрите что будет дальше подписывайтесь пис подписывайтесь Продолжение следует...